добрый день уважаемый вот после опроса проведенного так скажем на сайте ну проведенного или проходящего соорудил вот такую измерительную систему для любых двухпроводных и четырехпроводных систем моделей сейчас бы хотелось бы посмотреть и показать вам как это все работает ну например полностью заряженный батареек заряд на каждой батарейке то еще специально заряжал напряжение на каждой 1,4 вольта это не реклама батареек это аккумуляторы я думаю все пользуются оригинальными лего наборами хотят понимать и знать что они могли бы рассчитывать оставим посмотрим будет очень очень интересно система это двухпроводная поэтому соединяем двухпроводную клемму составляем при подаче напряжения выдает напряжение на соответственно индикаторах 8 и 4 вольта подключаем мотор смотрим сколько это сразу китайский мотор excel ну оригинальных леговских у меня уже нету я их отдал отправил заказчику вот ток потребления вы видите сейчас мы возьмем остановим мотор и посмотрим пиковый ток потребления данного мотора на данном блоке начинает тормозить ток увеличивается вот ток 1 и 6 ампера то есть аккумуляторы просаживаются соответственно нагрузка на них достаточно большая выключим посмотрим ради интереса мама для разнообразия так скажем обыкновенный l-мотор ну тоже китайский извините любители оригинального лет поставим колесико для торможения чтобы проще останавливать вот при напряжении 8 вольт 120 миллиампер ток потребления 118 при торможении смотрим какой ток ток такой же 1 и 6 ампер это на китайском моторе повторюсь те кто смотрел мое предыдущее видео мог бы заметить что я из оригинальных лего моторов убрал сопротивление которое ограничивало ток потребления одним ампером то есть блок вот этот выдает у вас сейчас 1 и 6 ампера давайте вытащим аккумуляторы сейчас они пока не понадобятся я хочу про кое-что другое проверить вам показать более интересное сам еще не пробовал ну долго будет занять думаю ролик будет продолжить вот приобрел новые тоже не реклама так по случаю с аккумуляторами понятно аккумуляторы аккумулятор 1 и 2 вольта ничего обычного это простые батарейки магазина давайте посмотрим сколько у них там напряжение заряд на всех батарейках 1 и 6 вольтах разницу сразу все батареек 1 и 6 вольт и все новенькое из пакетиков проверяем выключился если нам пока больше не нужен вставляем батарейки смотрим что получается вот у нас берем двухпроводный подключаем если проводный возьмем то мы сожгем контакты проверяем без нагрузки 9 и 69 вольт уже намного больше что ж начнем давайте опять как давайте с альматор соединяем намного интереснее ток потребления 122 миллиампера я думаю это видно восстанавливаем смотрим ток который может выдать блок 1 из 60 1 и 6 ампер то есть больше 1 и 6 амперов данный блок не выдает получается ну по крайней мере на этом моторе давайте попробуем оставить другой мотор может быть мотор мощнее больше потребует больше тока 1 и 6 1 и 7 почти ампера выключим смотрим что у нас показывает на холостом ходу 9 44 вольта ну ради интереса возьмем бальный мотор у меня есть разобранный бальный мотор двухпроводный еще не переделаны специально для опытов может быть он больше возьмет включаем ток потребления мотора 350 30 миллиампер миллиампер это самый мощный пробуй установить ток потребления 2 и 4 ампера 2 и 3 все все то есть там стоит защита в блоке и она нагревается останавливается можно почувствовать он тепленький напряжение увеличивается вот опять индикация нету напряжения нету то есть при токах выше 2 ампер мы сейчас проверим это отключаем оригинальный оригинальный лего блок включаем давайте дадим 2 ампера стоп 1 ампер длительная нагрузка 1 ампер вот ваша машина там буксует все при одном ампере блок отключается то есть вы не сожгете разъемы на данном блоке это уберегает разъемы то есть они даже не нагрелись чуть-чуть ну прям едва-едва так что вот такие дела теперь самое интересное есть у меня вот такие блочки замена вот этому это одни из первых блочков которые я начал использовать для работы они намного интересней также есть чуть больший блок такой же схемы все они настроены на напряжение 8,3 вольта ну можно это конечно можно исправить 9 вольт у каждого блока 9 вольт выставляем сейчас ровненько выставим 9 вольт ну что должно быть напряжение идентичному данному блоку 9 вольт в данном блоке напряжение регулируется с этой стороны то есть он меньше по габаритам но смысл фактически тот же только здесь два разъема такие тоже блоки можно изготовить сейчас вам покажу на что они способны здесь схема также двухпроводная поэтому четырехпроводные подключать не рекомендуется возьмем для начала моторчик самый самый распространенный фильтр который вы все любите смотрим на блоки индикаторы 9 вольт те же 120 миллиампер ток потребления теперь смотрим ток на что способен будет этот блок при подключении 1,9 ампер при 9 вольтах заметьте напряжение держится при нагрузке 1 ампер будут греться только разъемы на блоках 1,9 ампер почти 2 ампера что ж давайте посмотрим на что будет способен всем готовить 9 вольт 170 миллиампер ну что приступаем к проверке мощности данного блока 2 ампера греется только будут разъемы то есть гарантированно 2 ампера 2,1 ампера так давайте посмотрим что было наглядно видно в другом блоке подключим ну то же самое 2 батареечки что в том что в этом просто здесь будет наглядно ну вот продолжим наше тестирование возьмем теперь самый интересный двухпроводный мотор баги да китайский только китайский нет у меня оригинального увы к сожалению пришлите на тестирование сделаю сделаю видео все будет замечательно ну что ж смотрим 9 вольт вставляю 9 вольт выставляем вот видите ток потребления 250 ампера смотрим сколько ток будет под нагрузкой от одного баги мотора 2 и 7 ампер еще раз 31 ампер вы такую нагрузку помните на данном блоки я не помню увеличим теперь напряжение хотя бы до 10 вольт 10 вольт при данном напряжении спокойно можно управлять 3 и 2 ампер при данном напряжении здесь едва даже вплоть до 10 с половиной вольт можно спокойно управлять стандартными пультами управления века оригинальными по техническим характеристикам драйверов которые используются данном оборудовании это вполне возможно но подчеркнул при токах до полтора там ампер посмотрим что возможно при 10 с половиной вольтах какой ток 3 и 2 ампера ну ради эксперимента 14 вольт ток потребления очень тяжело устанавливать 2 и 8 ампер 3 и 1 ампера я думаю скорость видно я думаю было видно с какой скоростью вращается мотор и какая разница между данными устройствами давайте батарейки может отдохнули еще давайте посмотрим на что будет это способно еще раз слышите да какая разница напряжение ток потребления 190 миллиампер и больше напряжения ток возрастает смотрим ток 2 и 2 ампера 2 и 1 2 ампера 2 ампера все все там стоит защитное сопротивление которое предохранитель защитный предохранитель самовосстанавливающийся я напомню вот сейчас при токе 1 ампер он будет разогреваться посмотрим отключится или нет прошу обращать внимание напряжение совсем упало то есть 1 ампер это уже избыточно теперь нужно выключить дать отдохнуть можно снова пользоваться таким образом могу сказать что вы не сожгете одним ампером данные разъемы здесь у меня выход сразу под 4 разъема то есть и двухпроводные и четырехпроводные сюда можно подключать вход же у меня здесь под двухпроводную и под четырехпроводную соответственно к нагрузке подключать ее нужно только либо двухпроводную к двухпроводной Либо четырехпроводную К четырехпроводной Либо двухпроводную К четырехпроводной Вот так и к нагрузке Она будет работать На этом Хочу завершить данный ролик Обзор На Плешево и Каще Планирую сделать в следующем ролике Он будет еще Более интересным Всем спасибо До свидания